Горожане чаще стали подбирать хищных птиц. Волонтерам, кто занимается реабилитацией пернатых хищников, приносят не только раненых особей после столкновения с оконными стеклами и автомобилями, но и птенцов, которые выпали из гнезда. Для них забота человека оказывается губительна. Со спасателями диких птиц встретилась Вероника Иванова. Дарья с мужем хотят завести птицу для охоты, а пока изучают тонкости содержания и ухода за соколом пустельгой по кличке Гром. Молодая птица попала под машину, осталась без лапы и крыла. В дикой природе она не выжила бы. В центре реабилитации хищных птиц сокола выходили и на днях подыскали хозяев. Теперь Гром обитает в вольере, дважды в день питается мышами, а вот с кошкой дружит. Но в отличие от домашних питомцев, у хищной птицы нрав совсем не кроткий. Конечно, это дикая птица, и пару раз нас очень сильно куснули. Он прекрасно осознает, что вот эта костяшка, костяшку трогать не будет. А вот повернете вот так, он, например, спонет. Для Грома человеческая забота – единственный способ выжить. Большинство птиц после лечения выпускают на волю. Попадают в центр реабилитации и совсем здоровые пернатые. Но порой медвежью слугу оказывают неравнодушные люди. Подбирают птенцов, выпавших из гнезда. Хотя это так называемые слетки. Они покидают гнездо, так приспосабливаются к самостоятельному существованию. Их забирают у родителей, и потом родители улетают. А нам приходится выхаживать этих птиц. На самом деле этого делать категорически нельзя. Вот это, например, слеток пустельги. И за счет того, что его взяли люди рано, он теперь не может жить в природе, потому что его домашнили. Сейчас дом ищут коршуну. Но чтобы завести хищного пернатого, нужна собственная просторная квартира, знание правил содержания. Важно и понравится птице. Хищника можно взять, например, на неделю, кормить его по графику, ухаживать за ним и смотреть за своей реакцией, за реакцией птицы. Возникает ли между вами дружественная связь и готовы ли вы к такому ответственному решению. Лично я для себя за 10 минут общения с соколом, пустельгой, хельгой, решила, что мы друг другу понравились. Но, скорее всего, я еще не готова завести хищную птицу дома. Мне ближе все-таки кошки и собаки. В центре не настаивают, чтобы люди забирали птиц домой. Рады и другой помощи. Сейчас ищут помещение под вольеры. Ведь пока добровольцы спасают летучих хищников в небольшой квартире. Вероника Иванова, Данил Смирнов и Денис Савинский. Новосибирские новости.